всем привет дорогие друзья рад приветствовать вас на своем канале мега всяковщина сегодня у нас будет довольно таки интересная спорная тема это у нас фигурки это у нас звездные войны фигурка мне попался случайно формат здесь довольно таки маленький это примерно где-то около 10 сантиметров ну если кто-то знает что такое солдатики джа и джо возможно в детстве у кого-то такие были сейчас это уже практически в принципе их тогда в россии не продавали были такие солдатики они сейчас есть благополучно существует в виде модернизированные интересные вещи но в россии опять же их нет то примерно эти фигурки судя по всему по масштабу как джи айджо таких же размеров джи айджо у меня тоже есть тут спорный вопрос именно насчет звездных войн скажу сразу звездную войну звездных войн вселенную я довольно таки очень хорошо отношусь но именно к самым первым старым фильмам допустим то что выходит сейчас мне честно говоря не очень нравится многие конечно ссылается на то что это все диснея испортил но мне кажется просто время немножко другое соответственно все делается под новый формат но как говорит со вкусах не спорят кому-то нравится старые звездные войны кому-то новые судя по всему что деньги то они все-таки собирают в кинотеатрах значит новый в принципе тоже народ смотрит ну не суть как говорится на вкус цвет все фломастеры разные мы не будем это обсуждать сегодня сегодня мы посмотрим фигурку вселенная звездных войн я почему к ней не прикасался в к в плане фигурок хотя знаю очень много производителей делать вселенная слишком объемная и если не собирать пытаться коллекционировать то мне кажется это делать упор только на нее там столько персонажей такое количество что не столько их делают там допустим даже тех кто мельком где-то мелькнул фильмах они где-то тоже уже есть готовы фигурки то есть собрать мне кажется это все не реально просто-напросто но плюс на большие фигурки формата типа 20 сантиметров где-то как мека там цены в разы выше то есть не каждому они еще по карману маленькие вот такие фигурки почему обратил внимание это все-таки формат стоит они не очень дорого формат gijoo принципе можно выставлять их даже рядышком на одной полке то есть они особо выделяться не будут то есть но почему бы и нет решил взять на пробу если вам понравится данная серия будем закупаться тогда еще такие фигурки принципе то что вот я взял мне в принципе фигурка понравилась если вижу какие-то другие возможно буду приобретать но самый интерес если интересно вам то пишите комментариях вообще и кстати не нашел информацию по данной серии фигурок то есть сколько опять же серии какие есть все очень ограничено есть там на блистере сзади небольшие эти подсказки и и все то есть все очень субборно насчет звездных войн в принципе как и с фильмом все довольно таки непросто ладно проехали давайте посмотрим сам блистер стильно оформлен ярко красочно очень хороший принт но производитель данной фигурки это hasbro и disney да 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 вот соответственно тут производитель на пару диснеем обязывает чтобы фигурки были яркие красочные все-таки у них ориентация как игрушки больше для детей и так что он тут видео опять же пробуждение силы по части фигурка честно бы рассмотрел один раз этот фильм и вот этого констабли зубио я честно просто не помню какой-то второстепенный персонаж скорее всего да 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 если вы знаете можете поправить я не настолько хорошо разбирались во вселенной звездных войн и во всех второстепенных персонажах тем более не помню я того честно говоря фильме но фигурка на удивление довольно таки неплохо выглядит так что мы здесь еще видим мы видим что вот эти части они собираются в какой-то блин как комбайн на робота дроида непонятно то есть это что-то типа фишка с фигурками как допустим от marvel одессе с фигуркой идет какой-то какая-то баф часть из которых если купить там 10 фигурок можно собрать одну огромную фигурку из этих запчастей здесь что-то по аналогии но тут не персонаж а какой-то робот судя по всему что это еще может быть ну как говорится приятный бонус опять же учитывайте размер фигурок этой серии то есть приятный бонус если допустим есть возможность взять там не знаю сколько тут может быть фигурок 5 стоит они относительно недорого они очень бюджетные допустим взять 5 фигурок получить какую-то штуку интересную возможно дроидов каких-то наборах все собираются не знаю брать не буду не знаю приятный бонус так такой вот у нас листы ручек видим какую-то там еще инструкцию сейчас мы все достанем посмотрим так обратной стороны партнему с москва город химки ничего интересного да вот у нас какой-то блин робот дроид черт его знает да вот в принципе как я и говорил нужно собрать здесь три фигурки чтобы собрать вот эту вот болель я даже не знаю как это назвать какой-то дроид грубо говоря у нас нужен констабили констабилизую так какой-то у нас штурмовик или в принципе это столько видов штурмовиков есть два три четыре пять штук и фильм тоже дает какую-то часть от этого дроида ну наверно все таки это дроид ну опять же тут всякие предупреждения опасностью душения метки деталь ну опять же будет больше сегмент игрушек поэтому делается в основном при детей 2015 год ну посмотрим давайте посмотрим все таки откроем эту фигурку большой вопрос как это сделать упаковочка нас особо не интересует смотрю на яркий пример так скотча заклеена у нас здесь такой карман пластиковой вставочкой да открывается все довольно таки просто и банально все проститки так что мы тут видим мы видим здесь сам поддон с фигуркой так что у нас тут еще какая-то инструкция здесь что-то еще у нас есть ну и все в принципе больше у нас здесь ничего нет так давайте по мелочевочке пройдемся что у нас тут был бы неплохо если буквально честно говоря вот в такие серии буклетики все со всей серии фигурок раньше допустим был очень широко это прокладывается практиковалось и было очень удобно но это просто бумажка с предупреждение мелкие детали понятно что ничего интересного так у нас здесь есть буклетик 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 это какая-то инструкция судя по всему как собирается у нас этот робот робот дроид да он еще маршет этими тесаками судя по всему но как его можно собрать неправильно если там всего лишь несколько деталей ладно не судя так вот уже конкретно тут у нас написано что эти вот топоры у нас идут с констеблем с зулио большая часть с флюном который нам используют вроде бы как джерпак не знаю все очень мелко и с огнеметчиком первого порядка идет еще одна деталь то есть они все номерные то есть принцип собрать их можно но попробуем ну в принципе все цветной буклетик и больше тут ничего интересного итак опять же повторюсь все это очень миниатюрные детали здесь у нас есть так все еще и скотчем еще заклеим так ну не знаю такие тесаки которые здесь приложены для фигурки мне кажется слишком огромные чтобы можно было фигуркой их использовать так вот первый тесак и такие топоры группы если на роботе они еще там допустим будут уместны то с фигуркой ну я даже не знаю они размером ли с фигуркой ну ладно опять же это бонус мы на это внимание обращать не будем так еще у нас здесь идет такая вот копье или винтовка приклад здесь или копье винтовка не знаю но это уже вот чисто для фигурки так сказать ее основное оружие просто декоризация из такого гидкого пластика просто аксессуар пусть дует так самая фигурка так ну да очень прочно вдавлено вот такая вот фигурочка повторюсь опять же это масштаб маленький около 10 сантиметров где-то так по подвижности у нас так ладно давайте рассмотрим то сурву констебля детализация очень и очень очень неплохая кстати обратите на лицо но это пришел из какой-то судя по всему детали есть шляпу не такая типа китайской но скорее всего какая-то на бронированную стопудов у нас поворотная голова неплохо в принципе сделано покрасочка ровненькая все довольно симпатично так руки руки у нас здесь крутится соединены здесь только в плечах в принципе хотя на тех же джай джо подвижность очень офигенная ну здесь в принципе и особо не требуется каких-то мета соединений так что у нас тут нога еще подвижен ну опять же тут нюанс с тем что тут он в каком-то халате балахоне подвижность очень деревянненькая так что у нас здесь настолько это все мелко было видно только что это хасборо остальное честно говоря не особо разобрать так ладно есть фигурки все наиболее подвижная но тут специфика вот этой вот робов которую она будет одет но текстура одежды в принципе сделано местами тут и прокрас есть кстати посмотрите защиту рук она сделана даже какими-то металлическими прокрасами что это типа металл неплохо в принципе неплохо так по ногам таких вот тут сапогах виден шов соединительный но не критично вот опять же все прокрашено проделаны все эти складочки довольно таки неплохо так сзади а сзади у нас есть еще разница то ли рация передач непонятно сделан довольно таки простенько просто под крепеж так немножко загрузится упаковочка но тем не менее еще один дополнительный аксессуар присутствует так детализация очень даже неплохая но фигурка сама по себе такая довольно таки простенькая вот что хочется сказать тут особо то может быть персонаж такой конечно голова поворотная то есть подвижность ограниченная но не забывайте про цену данной фигурки рюкзачок довольно таки плотно встает в свои пазы давайте дадим ему его оружие ну вот с винтовкой он с этой вот с копьем со своим смотрится очень неплохо в принципе что так что так в руке он держит ее хорошо вот допустим смотрит сам себя неплохо но топоры честно говоря с такой маленькой фигуркой мне кажется сама фигура сам персонаж довольно таки миниатюрный то есть такой топор не вариант сами посмотрите он больше него практически ну не больше но размер с этого персонажа оставим для дроида для нашего и так в целом что хочется сказать фигурка очень миниатюрная детализация порадовала очень даже неплохо смотрится возможно я и начну собирать вселенную звездных войн или частично соберу вот именно с этой серии данных фигурок пишите что думаете пишите комментарии подписывайтесь на канал возможно новиночки по данной серии у нас скоро появится так что в целом на этом я думаю у меня все всем спасибо за внимание увидимся на канале до скорых встреч до скорых встреч